Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Южная Осетия достойно представила республику на играх стран БРИКС. Президент выразил благодарность спортсменам и их тренерам за профессионализм и высокие достижения. На сегодняшней сессии были избраны руководители парламентских комитетов. В работе законодательного органа приняли участие 25 депутатов. В столице отметили День семьи, любви и верности. Героям праздника вручены медали за любовь и верность. Югостинские спортсмены достойно представили республику на играх стран БРИКС. Отметил президент Алан Гоглой во время встречи с участниками игр. Глава государства выразил благодарность спортсменам и их тренерам за профессионализм и высокие достижения. Участники удостойны наград. Принимая призера в международных спортивных игр стран БРИКС, президент выразил слова признательности спортсменам. Вы представили Южную Осетию на самом высоком уровне, сказал Алан Гоглоев и назвал участие в спортивных играх важным событием. Субтитры создавал DimaTorzok «Спортивные достижения» — это результат упорного труда не только спортсменов, но и большая заслуга их тренеров, подчеркнул президент. Субтитры создавал DimaTorzok Яркие спортивные победы, несомненно, являются примером для подрастающего поколения в их стремлении заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Пожелав спортсменам крепкого здоровья и новых достижений, Алан Гоглоев вручил им награды и денежные вознаграждения. За высокие достижения в спорте президент объявил благодарность бронзовому призеру первенства Европы по вольной борьбе Роланду Пухаеву. Высоких наград были удостоены призеры спортивных игр стран БРИКС. За Сейбу Азамату Таймуразовичу, серебряном призеру в бойной борьбе. За Сейбу Алану Таймуразовичу, бронзовому призеру в бойной борьбе. Почетных грамот за подготовку спортсменов удостоены главный тренер сборной Южной Осетии по вольной борьбе Тамерлан Кочев и главный тренер сборной по боксу Атсамаз Дзыгоев. Сейбу Азамату Таймуразовичу, бронзовому призеру в бойной борьбе. Иважный тренер по спорту Азамату Таймуразовичу, бронзовому призеру в бойное борьбе. В Играх стран БРИКС Южная Осетия участвовала впервые. Спортсменам удалось завоевать одну серебряную и четыре бронзовые медали. Организаторами является Министерство спорта Российской Федерации. Анжела Кукоева, Арина Атмидоева, Альдина Чихоева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. На сегодняшней сессии депутаты избрали глав парламентских комитетов. В работе законодательного органа приняли участие 25 депутатов. Председатель парламента Алан Маргев заявил о готовности работать с каждым депутатом и со всеми политическими силами, подчеркнув, что главная цель депутатов – работать во благо республики и народа. Подробности далее. Сегодня состоялось второе заседание парламента нового созыва. В начале сессии депутаты почтили минутой молчания память Альберта Схавребова, погибшего в ходе специальной военной операции. Похороны бойца прошли сегодня в Заусском районе. Идет специальная военная операция. Наши братья находятся там, многие из наших братьев стоивают интересы, защищают нас, наши будущие, наших младших вместе с братьями из Российской Федерации. К сожалению, в Заусском районе будут проходить похороны. Нашего бойца, который, к сожалению, погиб на СССР, поэтому прошу почтить память и минутой молчания. На сессии были избраны руководители парламентских комитетов. Голосование проходило в открытом режиме. Также был утвержден персональный состав президиума и комиссии. Итак, 9 парламентских комитетов были распределены следующим образом. Комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению возглавила первый вице-спикер Зита Бесаева. Комитет по обороне и безопасности Сослан Гагиев. Комитет по бюджету и налогам Спартак Томаев. Арсений Квезеров стал председателем комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Заза Дрияев остается руководить комитетом по внешней политике и межпарламентским связям. Комитетом по национальной политике, культуре, религии и СМИ будет руководить Руслан Хубеште. Комитет по образованию и науке возглавил вице-спикер Таймура Статтаев. Комитет по делам молодежи и спорту Роберт Табуев. Социальную политику и здравоохранение продолжит курировать Александр Плиев. А Иван Сланов – комитет по промышленности, строительству, транспорту. Комиссию по вопросам депутатской этики возглавил Эльдар Ахмедов. А комиссию по соблюдению регламента парламента Александр Гассиев. Председатель парламента Алан Маргев поздравил всех избранных глав комитетов и пожелал им плодотворной работы. Еще раз хочу сказать, что нам вместе, сообща, необходимо работать пять лет. Мы должны постараться оправдать то доверие, которое нам оказал народ. Я сейчас абсолютно без привязки к той или иной политической партии, к политической силе. Нас избрал народ нашей республики. Каждый из нас отвечает в первую очередь перед своими избирателями. Ни у кого из нас нет права их подвести, подвести их доверие. На сегодняшнее заседание сессии вновь не явились представители партии «Единая Осетия». Алан Маргев, в свою очередь, заявил о готовности работать с каждым депутатом и со всеми политическими силами. В первую сессию мы также приглашали, в частности, предлагали выдвинуть кандидатуру на должность вице-спекера с тем, чтобы поддержать ее. Также было предложено выдвинуть кандидатуру на то, чтобы возглавить два комитета, с тем, чтобы полноценно принять участие в работе парламента республики «Единая Осетия». Но, к сожалению, сегодня их нет. Я все-таки выражаю надежду на то, что в ближайшее время мы все вместе приступим к той работе, которая предстоит. В первую очередь я хочу всех призвать присутствующих, тех, кого нет, к тому, что у нас на сегодняшний день нет ни дня для того, чтобы терять время на внутренний раздор и распри. Главная наша цель – ради того, зачем мы здесь находимся, это в первую очередь работать по благо нашей республики и нашего народа. Я уверен, что так и будет, и те задачи, которые стоят перед нами, мы достойно выполняем. Выражаю готовность к работе с каждым депутатом от каждой политической партии, от депутатов, которые были призваны к водонадным округам, готовы совместно, вместе с вами решать те вопросы, которые стоят перед нами, которые стоят перед республикой, которые ставят перед нами наши избиратели. Скажу больше. Вопросы, которые зачастую ставятся нашими избирателями или депутатами, это в основном те вопросы, которые, скажем так, должны решаться во взаимодействии с исполнительной власти. Уверен и убежден, что те вопросы, которые ставятся во взаимодействии и с исполнителями этой власти, они также могут решаться. В сегодняшнее непростое время необходимо засучить рукава и работать на благо республики, добавил Алан Маргев. Мы понимаем и знаем то, что и вокруг, и в мире происходят довольно-таки непростые процессы. И в этой ситуации, когда нам нельзя терять ни минуты на раздоры, нам необходимо просто засучить рукава, работать, работать на благо народа и нашей республики. Внутриполитические процессы, они будут происходить всегда. Борьба, она будет происходить всегда. Спорные вопросы также будут возникать в процессе работы парламента. Однако, ни у кого из нас нет права, я еще раз повторяю, подводить наш народ и наших избирателей. Депутаты прежде всего представляют интересы народа. Им ничего не мешает это делать. Подчеркнула первый вице-спикер Зита Бесаева. Спасибо всем огромное за такое отношение к своим обязанностям. И еще раз отвечу, действительно, каждый из нас должен думать о том, что прежде всего мы представляем интересы народа. Не надо об этом забывать. И действительно, раз предполитические всегда будут. Но самое главное, это представлять интересы народа парламента. Ничто нам не мешает это делать. И я прошу, чтобы каждая из нас подумала о том, на чем надо работать. Все уже как бы определены в комитетах. Есть на чем работать. Есть вопросы, которые необходимо ставить перед правительством. И начать свои продействия с ними. Поэтому я хочу увидеть плодоотнотные работы вместе с нами всеми, со всеми политическими, как мы говорим, охранниками, объединениями, одномандатниками. Давайте покажем его неудобнотные работы. Хороший. Заместитель председателя законодательного органа Сергей Харибате поздравил коллег и пожелал им результативной работы. Вице-спикер Таймур Астаттаев также выразил надежду на то, что каждый депутат будет ответственно выполнять свою работу. Оксана Джоева, Арсенгасиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня. Сегодня в Дзавском районе простились с Альбертом Цхавребовым, бойцом из Южной Осетии, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Президент Алан-Гаглоев выразил соболезнования семье и близким бойцам. Указом главы государства Альберт Цхавребов посмертно награжден медалью защитнику Отечества. В Дзавском районе в селе Сачири прошли похороны Альберта Цхавребова. Он погиб в зоне специальной военной операции. Проводить в последний путь бойца собрались друзья, сослуживцы, руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым. В начале июня он ушел на боевое задание и больше не вернулся. Через пару дней боевые товарищи подключились к его поискам в надежде на то, что боец находится где-то в госпитале, либо в плену. К сожалению, поиски не увенчались успехом, и уже 1 июля, в день его рождения, выяснилось, что он погиб. Сегодня проводить бойца пришли его учителя. Все 11 лет он проучился в родной дзаусской школе, интернат. Все учителя отзываются о нем, как о достойном человеке, добрый и отзывчивый. Он был всегда жизнерадостным, и в школе его все любили. Альберту Цхавребову было 40 лет. У него осталось двое дочерей. Указом главы государства Альберт посмертно награжден медалью «Защитнику Отечества». В городе Цкинвал продолжаются работы по благоустройству зеленых зон. На сегодняшний день очистка от сорняков проходит в микрорайонах Северный, Московский, а также на улице Миротворцев. После завершения работы на данных объектах планируется облагораживание улиц Октябрьская, Героев и Мамсурова. Работы выполняются своевременно, улучшая внешний облик столицы. Накануне в республике отметили День семьи, любви и верности. Праздник прошел при поддержке Русского дома. Пяти семейным парам вручены медали за любовь и верность, а нескольким молодым супружеским парам вручены грамоты. Также в рамках мероприятия показаны видеоролики о жизни семьи, представленных к награде. Агунда Губозова расскажет о празднике. В Цхинвале отметили День семьи, любви и верности. Героями праздника стали семьи, которые проживали вместе более 20 лет и успели реализовать себя в профессии, общественной жизни, культуре и спорте, а главное – в воспитании детей. Это довольно молодой праздник, его учредили в 2008 году. Однако он быстро нашел свое место в календаре праздничных дней. По традиции, 8 июля наградами отмечают супругов, чьи отношения длятся солидный срок и стали образцом любви, верности и семейных ценностей. Перед началом торжественной части собравшихся поздравила представитель Координационного совета Организации российских соотечественников Южной Осетии Надежда Рассохина. Семья – это крепость, где должны править только лишь покой и любовь. И я уверена, что все эти добрые слова сегодня прекрасно подходят ко всем нашим гостям, к нашим семьям, которым мы будем честно вывозить. Спасибо вам за то, что вы сегодня посетили наш этот уютный, приятный вечер. Далее в торжественной обстановке были вручены медали за любовь и верность. Награды передал советник-посланник посольства России в Южной Осетии Александр Журов. Среди награжденных – семья Кочевых. Они вместе уже больше полувека. Кочев, Черемен Владимирович и Анна Алексеевна. Примером семьи долгожителя является и супружеская пара Козаевых. Руланд Козаев и Эльвира Маккоева вместе рука об руку уже 48 лет. Уважение и дружбу супруги назвали главным в семейной жизни. В этой образцовой семье выросло трое замечательных дочерей и семь прекрасных внуков. Козаев Руланд работает учителем физики в Буфтинской школе, заслуженный учитель Республики Южная Осетия, депутат парламента третьего созыва, ветеран труда. Маккоева Эльвира – учитель русского языка и литературы Буфтинской школы, заслуженный учитель Республики Южная Осетия, народный учитель. Мы вместе 48 лет. Расставанию не поверят? Я не верю. Я не верю. Я в любовь земную верю. И в бессмертие любви. Я о нем всю жизнь мечтала. И подругам всем сказала, что он лучший, самый лучший, самый лучший из мужчин. Для меня, конечно, для меня, для меня. Спасибо вам всем огромное за этот прекрасный вечер. День семьи, любви и верности. Чествовали и молодые супружеские пары. Им тоже были вручены грамоты. В рамках программы гостям показали видеоролики из личных семейных архивов, награжденных. Праздник украсили и музыкальные композиции. Инициатором данного праздника выступило представительство Россотрудничества в Республике Южная Осетия. Огонь Нагубозова, Давид Туаев. Информационный выпуск. Сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике переменная облачность и большой дождь. В Снаурском районе днем плюс 29, ночью плюс 16. В Саурском районе днем 27 градусов тепла, ночью плюс 17. В городе Квайса днем плюс 25, ночью 16 градусов тепла. В Ленингорском районе днем 29 градусов тепла, ночью плюс 18. В столице Республики Евткинвале днем плюс 29, ночью 19 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания.